Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. Я хотел стримить, но не думаю, что это пока здравый смысл. Объясню ситуацию. Я вчера разговаривал с девочкой из Германии, Златой. Ну вот у ней 8 дней живет щенок Ротфиллера. И кое-какие вопросы у нее как бы ко мне накопились. И тут ситуация такая, что мы договорились на 3 часа. Да, черт знает смысл, какой вас держать в этом ожидании. Все, ребята, как правильно, что трансляцию-то не начал. В результате перепутали. Есть московское время, есть берлинское время, есть еще какое-то. Ну вот сейчас еще раз попытаемся. Только ставишь условия, то есть ты даешь собаке выбор. Или ты делаешь что-то, получаешь вкус, вкусняшки, да, какие-то хорошести. Вот. Или ты, если ты делаешь наоборот, то получаешь, извини, ну вот такое. То есть 3-4 команды, которые тебе, ну то есть собака должна четко понять. За руки не кусаться. По команде иди на место, должна бежать на место. И по команде нельзя, она должна прекращать вот это все безобразие, которое она как бы делает. Все, больше там ничего такого, остальное ты просто поправляешь. Чем меньше ты... То есть если она бесконечно, например, на лестнице уже она в принципе так. Уже стоит внизу, смотрит. Ну, так, ждет реакцию, как бы, да. Не идет. И если даже там пойдет, и я только повернусь там, скажу нет, она сразу отступает, идет вниз. Но все равно иногда все-таки как бы ногу поднимает. То есть я вот просто она еще маленькая. Злата, 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 я понял. Это знаешь, какая позиция? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Не, 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 такой не пройдет. Вот, то есть если ты хочешь, чтобы она никогда туда не лазила, да, то это нужно остановить и больше, чтобы к этому вопросу не возвращаться. Вот, то есть не надо так вот это, ну не получится. То есть, ну она будет всегда как бы проверять на вашу прочность, да. То есть, ну, поэтому нет и все. И это должно быть тоже как бы зафиксировано. Ну, то есть я имею в виду, что она раз-раз получает слово нет. Это значит, что как бы... Абсолютно нет. Идет такой момент, когда больше она не будет пытаться или... Значит, после того, как ты сказала нет, нужно что-то на каком-то понятном языке объяснить собачке, да. А как ты объяснишь, значит, это нужно как-то воздействовать. Значит... Ну, я в основном этим поводком кидаю. И прямо в нее... Я понял, 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 понял. Понял. Тут фактор привыкания. То есть рано или поздно собака привыкнет. Это нужно не часто применять. Такие вот вещи. Питание. Собака должна понять. Вот есть вещи, которые можно делать. И есть вещи, которые нельзя делать, но ни при каких обстоятельствах. Все. То есть, а добиваться этого... Вот понимаешь, это вот опять, я тебе говорю, процесс, он может быть в сексе интересен, он не интересен в кинологии, вообще в воспитании, да. Тебе нужен результат. С наименьшими затратами для тебя и с наименьшими потрясениями для твоей собаки. Так ведь? То есть, ты должна воздействовать ровно настолько, чтобы собака поняла. И когда ты говоришь, я несколько раз что-то делаю, да, то, то есть, знаешь, я как бы начинаю сомневаться. А хочешь ли ты вообще, чтобы собака перестала, да? То есть, ты постоянно одно и то же твердишь, а собака делает, ну, так, как она хочет. Так ведь? Ну, пытается. Злат, я же тебе говорю, не бывает наполовину беременных женщин, не бывает наполовину воспитанных людей. Вот здесь и собак тоже. Ну, то есть, или воспитаны, или нет. Поэтому с минимальными... Так, кстати, ты расскажи, ты домик придумала, где собака будет жить, и вот именно ее место, чтобы она вот это на всю жизнь будет у этой... Ну, так вот же стоит ее... А ей нравится вот эта вот штучка? Ты вот уверен? Да, в принципе, она туда и самостоятельно заходит. Ага, хорошо, хорошо. Просто не всегда, то есть она... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас, когда жарко, она как-то на плитках лежит. Злат, это действительно, мы же не садисты, но при любой... Ну, то есть, если у тебя... А ну-ка, сейчас попало сигнал, потому что еще раз. Если у тебя, то есть, самое главное, что по команде места собака должна бежать вот именно туда, в свой домик. И там-то ей всякие ласки и прочее, ты в этом домике не можешь с этой собакой наказать ее, ругать ее там. То есть, это ее жилье, умница. Хорошо. Дальше, вот это ты правильно делаешь? Если захочется, ладно, можно, но, опять, не тогда, когда собака просит, сидит, вот так вот, глаза таращит, а просто подойди туда, к этой лежанке и там похвали что-нибудь, ласковые слова, там, все, вся ласка там. То есть, собака в домике себя чувствует хорошо, то есть, ты ее наталкиваешь, вот это твое место на всю жизнь. Она не тянула, вообще. А сейчас, я не знаю, она как, ну, вообще, мне кажется, вот как я начала с ней, как бы, ну, вот так, больше, как... Напрягать, так сказать. Ну, больше, как дисциплину требовать. Ну, напрягать, напрягать, это... Да, 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 там меньше случится. И теперь, она вообще, например, мы на улицу выходим, вначале было такое, что я вот ее, если поднимаю, ну, тут же такое, большая ступенька, она сама не, даже не может еще залезть, я ее поднимаю, чтобы в дом занести. И вначале, например, она там сходила в туалет, я всегда еще оставляю, чтобы она там походила, что-то понюхала там, и потом я ее заношу. И она, всегда, когда ее поднимали, она же была в этот момент чем-то занята, она такой, выдает там. Ну, только раз, такой, рычит. Только раз. Я каждый раз там, эй, типа, что такое, она замолкала. А теперь, это вообще, вот, например, сегодня, вот мы как выходили, я ее поднимаю, она не просто там рычит, да, она прям кусается. И мне один там знакомый сказал, чтобы в ухо укусить. Если их в ухо укусить, что это, ну, типа... Понятно, понятно. Но я как кусаю, я, по-моему, это еще больше зажигает, что, типа, там, ты меня укусишь, и я, типа, укусу. Понятно. Нет, тут все четко, тут только есть такой момент. Вот, про что я тебе бы говорил в предыдущее время, собака должна знать команду нельзя. Вот. И поэтому вот этот вопрос, он как бы несостоятелен. Почему? Потому что, значит, ты так говоришь, что собака тебе не слушается, так ведь? То есть, если она лезет тебе кусаться, и ты сказал, что нельзя, и собака продолжает, значит, что-то не то ты делаешь, ну, так, полой. Значит, команда нельзя, это команда нельзя. Это... Не видишь такое животное, вон, оно? Ух ты, вживую. Вот. Поэтому я уже, наверное, четвертый или пятый раз тебе говорю, нельзя быть наполовину беременным. Если нельзя, то это нельзя действовать везде. Везде. Когда она гуляет, когда домик, это не важно, что. Можно укусить, пожалуйста. Но! Ты должна это сделать через полсекунды, как тебе собака укусит. Ты это сможешь сделать? Нет. Значит, что? Нужны какие-то материалы подручные. То есть, цепочка звонит, звонил, какой-то хлопушка вот этой, ну, хлопнуть, чтобы ее это остановило. Злат, ты самая, наверняка же заканчиваешь школу, да? Есть такое вот там в биологии, да? То есть, возбуждение должно затормозиться. Как ты вот это затормозишь? То есть, должно, ну, именно сигнал на торможение очень жесткий быть. И поэтому тут вопрос. Если я сказал своей собаке, нет, это значит, нет ни при каких обстоятельствах. А у тебя получается, нет, ну вот, и сразу ты переключаешься и опять рассказываешь, ну вот, она меня пытается укусить. Нет. Дальше можешь кусаться, можешь хлопать, можешь ногами топать, можешь Байрона читать, что хочешь. Но это через полсекунды. То есть, чтобы собака связала. Вот. То есть, пощечину дать. Ладно, разрешаю, но это один раз. Чтобы рукой, ну, то есть, ты, больше, это не желательно, но это желательно каким-то другим предметом. И еще более желательно, чтобы собака еще этого не заметила. То есть, фу, и вот это сразу гром небесный, что-то такое. Но этим тоже не следует увлекаться. Поэтому, Злата, давай так, первая команда, ты мне в следующий раз на связь, когда выходишь, ты мне покажи. То есть, ты говоришь собаке нельзя, и собака прекращает это дело. А как вы ожидаете, за какое время такое можно с ней выучить? Все это. Сейчас я тебе вопрос на встречной задам. Тебе долго учить, вот, что ток бьет сильно человек, ну, то есть, не надо в розетку руками лазить? Тебе долго нужно учить, обучать, чтобы ты поняла, что туда не стоит, а? Нет, ну, раз надо в розетку. Ну, попади разочек. Ну, в следующий раз я скажу. За сколько ты это поймешь? Неделю тебе нужно в этот самый, в розетку запихивать? Нет, я люблю, например, заходить в водку эту. В водку, в водку, в водку это на положительном подкреплении. Это радость и прочее. А вот нельзя тут сплошное отрицательное подкрепление. Вот, поэтому вопрос, как бы ты вот это задала, да? Я тебе спрашиваю, за какое время можно научить собаку не делать чего-то. Вот за сколько вот ты с электричеством разберешься? Ну, например, вот, она, допустим, лезет на диван, да? И я говорю, нет, она тут же реагирует и спускается, ну, лапу упирает. Она просто лапами... Понятно, я даже знаю, как она будет дальше. Она будет заднюю лапу пытаться туда проникнуть, потому что у нее уже живот... Нет, я имею в виду, я говорю, нет, она убирает все. Но она же в следующий раз опять будет это делать. Ланечка, забери это. Это значит, что она не слушает слова «нет». Да, да, да. Ты, послушай, ты ее поставила в такие условия, в которых она решает, что она, может быть, проконает вот эту вещь. Ну как? То есть думай, как собака. Это не плохое пожелание. И еще, думай на перспективу. То есть вот это вот маленький шажок для тебя. Вот понимаешь, сейчас я тебе спрошу, что ты хочешь от собаки сказать, чтобы она там была послушной, там защищала, там прочее, прочее. Я хотел бы, чтобы у тебя собака была адекватная. Чтобы она реагировала на все ситуации, которые происходят вокруг тебя. Ну, твоими глазами. Для этого ты должна быть вожаком. Все. Понимаешь, про что я говорю? Не важно, что ты кинешь. Важно, что какое последствие для собаки будет, чтобы она это осознала. Посмотри. Ты знаешь, мы все что-то боимся в жизни, да? Больше или меньшей степени. Вот смотри, то, что собака боится, тебе не самоцель, чтобы собака тебе боялась. Это чудесно, чудесно, немцы придумали, это да. Я делаю на улице, если она какую-то хрень влюзет, а в доме нет на то, чтобы... Да все равно, все равно, главное, чтобы она тебя понимала. Вот, и в любых ситуациях, то есть собака это должна сразу прекратить. Вот. Все. И ко мне собака должна бежать к тебе и присесть перед тобой. И место собака должна бежать к домику. Как только ты мне начнешь говорить, что собака тебе не слушается, ты ее там пугаешь и прочее, я сразу буду говорить, что ты неправильно как бы пользуешься. Ну, потому что все... И желательно все проблемы... Понятно, это всегда человек, если собака неправильно делает, то не собака виновата. Конечно, ну ты в такие условия загоняешь, что она ведет себе, как ей выгодно, как она считает себя, как можно в этой ситуации вести какие-то... Все, я наговорился, ты чего-нибудь поняла? Да, я поняла. Но просто я даже заранее тоже много читала, и ваши видео смотрела, и вообще видео смотрела, и английские, немецкие, просто оно всегда так просто выглядит, а... Конечно, конечно, конечно. Не всегда так легко. Для этого немцы вот это неплохая вещь социализации, чтобы ты хотя бы понимала. Вот так вот. Это я тебя просто мотивирую на дальнейшее. А вы пульсующим щенком получили? Ну да, месяцев три, что ли, по-моему. Ну, он там плохо себя вел, там...